Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Благодарю моего коллегу Александра Кашапова и в эфире Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Действительно, сегодня мы обсудим достаточно актуальную тему. Зачем же России закон об отмене бюджетного правила? Ну и, конечно же, поговорим о том, а что, собственно, из себя представляет это бюджетное правило. Вот такова тема сегодняшнего эфира. Значит, прежде всего я предоставляю гостей сегодня в студии Сухого Остатка Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Оксана Генрихон. Добрый день. Добрый день. И в студии Сухого Остатка Владислав Жуковский, старший аналитик национальной компании Реком Траст. Владислав, день добрый. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, как всегда, у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код города 495, сайт компании finam.fm. И по традиции я обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели. Собственно, если у вас будет желание и возможность, ответьте на вопрос, основной вопрос сегодняшнего эфира. На ваш взгляд, нужны бюджетные правила или не нужны бюджетные правила российской экономики? Итак, начинаем разговор. Ну и логично было бы, Оксана Генриховна, с вас начать, потому что вы выступили сейчас инициатором этого закона. Расскажите, пожалуйста, вашу позицию. Первое, я просто объясню, что такое бюджетное правило. Бюджетное правило касается предписания, как использовать нефтегазовые доходы. И смысл этого бюджетного правила заключается в следующем. Во-первых, он предписывает считать бюджет не на основе реального прогноза, сколько будет реально цена на нефть, и, соответственно, исходя из реальной цены на нефть, прогнозировать объем доходов, расходы и так далее. А считать бюджет из некой гипотетической цены на нефть, то есть это средние цены на нефть за предшествующие пять лет. При этом в течение пяти лет вот этот промежуток, который берется за основу, он увеличивается на один год. То есть в перспективе это должна быть, если оно сохранится, бюджетное правило, то цена на нефть за предшествующие десять лет. Ну, вообще, это полный нонсенс, чтобы бюджет считался не на основе прогноза и не на основе реальных цен, а на основе предшествующей за десять лет средней. Оксана Георгиевна, если можно, давайте уточним. С вашей точки зрения, реальная цена это та, что сейчас? Нет, реальная цена это та, что, во-первых, сейчас, а во-вторых, бюджет должен считаться, исходя из наиболее вероятной цены на нефть в ожидаемом финансовом году. То есть мы исходим из того, что вообще-то бюджет должен быть точный, то есть максимально точный, насколько это можно сделать за год до начала очередного финансового года. Даже если, ну, иногда и берется в основу тренд, ну, вот экстраполяция называется, так это, конечно, экстраполяция, экстраполяция, которая должна каким-то образом прогнозировать тренд, а не просто то, что было за предшествующие десять лет. Надо смотреть в будущее, а не в прошлое. А если на следующий год у нас, значит, десять лет было подъема, на следующий год у нас, скорее всего, будет кризис. Падение. Да, падение. Или, наоборот, значит, идет тренд на, как бы, восходящая стадия экономического цикла. Ну, то есть это полный вообще абсурд. Причем у нас в экономике очень многое в экономической политике, но не просто ереси и абсурда, а вот он почему-то под него подводится какая-то экономическая база, закладывается это в закон, это заложено в бюджетном кодексе. Дальше, значит, бюджет считается исходя из какой-то мифической цены гипотетической, а все, что будет получено сверх, это считается дополнительными доходами. Сверхдоходами. И эти дополнительные доходы должны быть направлены в резервный фонд до того времени, как резервный фонд достигнет 7% от валового внутреннего продукта. Но при этом вот эти дополнительные доходы, там многочисленные оговорки, которые все-таки могут быть потрачены, но могут быть потрачены только замещая источники покрытия дефицита. То есть это тоже абсурдная практика. С одной стороны, у нас есть собственные доходы, мы их не тратим, отсылаем в резервный фонд, вкладываем в чужую экономику, там где-то под 1%, и при этом мы осуществляем заимствование для покрытия дефицита бюджета. То есть дефицит бюджета предписывается, что он должен быть не более 1% от ВВП, но у нас фактически бездефицитный бюджет, поэтому тут у нас нет особых проблем, но вы можете покрывать этот процент от дефицита бюджета заимствованием, а дополнительные доходы вы на это тратить не можете, вы должны их отправить в резервный фонд. Надо сказать, что уже и в 2013 году выполнить это бюджетное правило не смогли, и совершенно правильно делало Министерство финансов, что оно на самом деле использовало нефтегазовые доходы для покрытия дефицита бюджета и чуть-чуть уменьшило заимствование, потому что иначе вот в 2010 году, в 2011-2012 была совершенно абсурдная практика, когда мы одновременно пополняли резервный фонд и одновременно осуществляли заимствование. И в течение 2011-2012 года у нас фактически прирост нашего долга превышал, то есть прирост долга был примерно равен приросту средств резервного фонда. Ну, абсолютная, на мой взгляд, абсурдная... Клиника. Да, клиника. Действительно, молодой человек, молодой экономист, он с присущей молодостью называет максимализмом, вещи своими именами. Оксана Георгиевна, я как раз хотел Владиславу дать возможность высказать, вот именно по этому поводу. Ну, собственно, ты уже свою позицию-то озвучил, да, ты действительно считаешь, что в этом есть некий парадокс, что мы, с одной стороны, зарабатываем и складываем в кубышку, и в то же время занимаем и под худший процент и так далее. Мне кажется, это все-таки своего рода такое слепое исследование к вайзерелигиозным догмам, так его называют, вульгарного либерализма, либо рыночного фундаментализма. То есть, конечно, ситуация глупая, когда, с одной стороны, бюджет захлебывается от притока нефтедолларов, когда у нас сейчас, по официальным данным Минфина, без дела лежит 6,8 триллионов рублей, из них почти 5,8 триллионов это средства резервного фонда ФНБ, 800 миллиардов рублей приблизительно были размещены на депозитах в коммерческих банках, 420 миллиардов, ну, примерно, тоже, значит, лежат сейчас на счетах казначества федерального. Вот, то есть, деньги на самом-то деле есть, и денег достаточно много, это, по большому счету, половина всего годового бюджета федерального России, ну, за 2012-2013 год. Вот, а то, что мы за период с 2010 по, сейчас скажу, по, значит, 2011-2012 год, за три года смогли нарастить размер долга и внутреннего, и внешнего в рублевом эквиваленте более чем на 3 триллиона рублей, и за этот же период времени зачем-то мы нарастили размер средств в резервном фонде и в ФНБ, ну, прежде всего, в резервном фонде, он первым пополняется на 1 триллион рублей, говорит о том, что действительно мы занимаем свои же собственные деньги, размещенные за рубежом, как было правильно сказано Оксаной Генриховной, под 1,5% максимум годовых, вот, и потом эти же деньги занимают, во-первых, наши компании и банки, я напомню, что динамика ЗВР и корпоративного долга совпадает практически один в один, с полной корреляцией идет, они выросли за 13 лет с, значит, с 30 миллиардов долларов до 500, значит, 20 миллиардов долларов валютной резервы, и с 30 миллиардов до 640 миллиардов долларов вырос корпоративный внешний долг нашей компании, и к тому же само государство теперь догадалось на совершенно фантасмагоричной и такой глупой ситуации, когда занимают свои же деньги для пополнения валютных резервов, чтобы отчитаться о том, что наша кубушка прирастает, при том, что ежегодно мы тратим на обслуживание внешнего, точнее, внешнего и внутреннего государства, муниципальных долгов, приблизительно, вот, меня может поправят, около 360-370 миллиардов рублей, и к 2015-2016 году эта сумма достигла уже 500 миллиардов рублей, поэтому эта статья растет опережающими темпами, и все большая часть расходов именно направляется на обслуживание нашего долга, который создается искусственно, при том, что деньги у государства есть, вот, ну и здесь, конечно, надо сказать, что, видимо, далеко не все в правительстве согласны с тем, что происходит, мы видим, что очень острый конфликт жесткий между Минэкономикой и Минфином, я думаю, что, собственно говоря, уход Андрея Белоуса был во многом связан с тем, что он категорически был не согласен с этой политикой фискального, как его фетишизм называют некоторые, вот этот, знаете, такой бюджетный, когда именно фискальные цели налоговой бюджетной политики ставятся впереди всех, и стимулирующие, и перераспределительные, и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что именно поэтому он ушел, ну и сейчас я был не согласен по валютному курсу, по избыточно завышенному в реальном выражении. Ну и сейчас вот мы слышали буквально вчера, если не ошибаюсь, замминистра экономики Андрей Клепыч заявил, что необходимо повысить предельно допустимый размер дефицита, значит, федерального бюджета с 1 до 1,75% ВВП, и при этом желательно, в принципе, уйти от практики, когда, значит, там было еще одно предложение, сейчас скажу, какое, значит, а, ну и плюс, соответственно, понизить величину наполнения резервного фонда с 7% ВВП до 5%, а может даже и до 3%, но мы видим, что сегодня уступает его непосредственно руководитель Улюкаев, то самое, что еще в 80-х годах был верным другом, помощником Гайдара и в журнале «Коммунистов», в 90-е годы был как раз-таки его советником в правительстве, и сказал, что мы этого делать не будем, то есть конфликт еще идет внутри одного ведомства, насколько я могу судить. Я понял, Владимир Владимирович, спасибо, мы к этой теме еще вернемся, Александр Геннадий, продолжайте, пожалуйста, итак, ваша инициатива об отмене бюджетного права. Ну, вы знаете, вот опираясь к тому, что сказал Клепович, на мой взгляд, хотя у Клеповича всегда была попытка использовать средства нефтегазовых доходов для инвестиционных целей, но сама по себе постановка не очень грамотная, потому что, то есть, вот, как бы направление, что должно добиваться Министерство экономики, во-первых, не совсем правильное, во-вторых, плохо, очевидно, они вообще плохо понимают в Минэкономике, как реально формируется дефицит бюджета, потому что, если вы одновременно пополняете резервный фонд, он идет в источниках покрытия дефицита с плюсом, а источники покрытия с минусом. Чем больше вы покрываете, то есть, пополняете резервный фонд, тем больше у вас возможность для осуществления заимствования, и вы можете выйти на, как бы, небольшой дефицит бюджета при больших заимствованиях, даже на бездефицитный бюджет. Вы пополняете резервный фонд, допустим, на, там, на 1 триллион рублей, на 1 триллион заимствоваете. У вас в итоге бездефицитный бюджет будет, ну и что добьется клепоч того, что он, значит, увеличит дефицит бюджета? Ну, значит, вы можете увеличить дефицит бюджета, увеличить при этом заимствование и нисколько не снизить объем поступления средств в резервные фонды, если сохраняется бюджетное правило. Поэтому, на мой взгляд, не совсем, как бы, грамотно постановка вопроса, это означает, что уже сформировалось поколение экономистов, которые уже за деревьями абсолютно не видят леса и не видят первоисточник бед. А первоисточник бед заключается в том, что нефтегазовые доходы, это на самом деле бюджетные доходы. Бюджетные доходы. Они ничем не хуже, чем доходы, которые получены от малого бизнеса, от налога на добавленную стоимость, либо доходного налога с физических лиц, это все то же самое наши доходы. И они должны быть проведены через бюджет. Если у нас слишком много доходов, то мы либо должны увеличить расходы, а у нас есть статьи, либо снизить налоги, либо уж как минимум не осуществлять заимствование, не брать в долг. А когда у нас эти доходы, мы говорим, нет, это деньги плохие, а деньги вообще-то не пахнут, деньги все одинаковые. Мы их в кубышку складываем. Мы их в кубышку. А это деньги хорошие. А давайте мы будем занимать. Причем, в том числе, в меньшей степени, в основном заимствование внутреннее, но есть и заимствование внешнее. А с точки зрения баланса, и денежной программы, и платежного баланса, абсолютно все равно. Мы свои деньги вывозим, а при этом осуществляем заимствование. И если есть идея стерилизации денежной массы, так она тоже не происходит, потому что эти деньги дешевые свои, за которые мы не должны ничего платить, проценты мы их вывозим, а при этом занимаем то, что мы должны платить. И внешний частный долг, он действительно увеличивается, но если раньше, до кризиса, у нас увеличивался лишь внешний частный долг, а до 2008 года совокупный государственный долг у нас все-таки сокращался, то начиная с 2009 года, а после у нас растет государственный долг, а с 2010 года снова стал расти внешний частный долг. Сейчас у нас растет все, все растет. И внешний частный долг, и государственный долг, и при этом увеличиваются резервные фонды. Ну вот я могу сказать, 2010-2011 год у нас прирост государственного долга составил 1 триллион 185 за год, примерно на триллион растет в год. И средства фондов, резервного фонда, потому что национальный фонд национального благосостояния не пополняется, он тоже увеличился на триллион. В 2012 году госдолг увеличился на 906 миллиардов, ну это практически чуть меньше триллиона. А средства фонда, их прирост составил 722 миллиарда. Ну в 2013 году не было пополнения резервного фонда, потому что уже как бы несколько эскалация заимствования была сокращена. Ну вот такая картина. Дальше больше, а дальше говорится, нет, давайте мы будем использовать средства фонда национального благосостояния. Это следующий абсурд. То есть те деньги, которые мы давно сложили в кубышку, они там отлежались. Мы их использовать можем. А текущие нефтегазовые доходы мы все равно должны складывать в кубышку. Ну просто еще... Выглядит парадоксально, действительно. Абсолютной логики никакой. Но поскольку это повторяется, это же, знаете, все, что касается экономических мифов и вдалбливания в неокрепшие и окрепшие умы и населения, и поколения экономистов, там эффекты геббельсовской пропаганды, они же тоже используются. Если ложь часто повторяется, то на тысячный раз или на тысячи первый раз она будет похожа на правду. Поэтому, когда вот этот абсурд, его всю дорогу вдалбливают, повторяют, вдалбливают, повторяют, записывают в законы, записывают в учебники и, значит, учат. Я не знаю, как вот вас там, ГИМО, учили. Ну как учили, да, это уже, наверное, дело прошлое. Как ты сейчас учишь, вот это интересно. Слифорница, статистика, с бюджетом, с платежным балансом. Учитывая, наверное, текущие, да. Ну, вообще-то, я уже 20 лет как профессор, вот, поэтому профессора тоже разные учат по-разному, но, тем не менее, мейнстрим такой. Теперь, насколько это совпадает с неолиберальными рецептами, нет. Понимаете, это ведь типичная афера. Какая там неолиберальная теория, вот, все-таки там, особенно если модели неолиберальные, там же все это нужно прописать формулами, естественно, это сразу все, значит, вылезает. Есть некоторые рецепты, клише ходовые, которые, мне кажется, представители финансовых, транснациональных, крупных холдингов и структур, просто навязывают, как бы, различным странам, в основном это, конечно, страны развивающиеся. Развивающиеся. Потому что, когда с такими же рецептами они выходят и пытаются их навязывать, ну, вот, той же рецепт МВФ Соединенным Штатам Америки в 2008-2009 годах, их тут же послали, значит, подальше. И теперь вдруг выясняется, что и для Европы, значит, Лагран, председатель МВФ, сказал, что, оказывается, дефляция, она опасная. То есть, это уже дефляция опасна для выхода из кризиса, а уж вообще искусственный такой профицит постоянно, который держит, это тем более опасно. И примела пример, кстати, Япония, в которой действительно была и дефляция, и эта страна, пожалуй, единственный пример страны, где часто возникал профицит бюджета. Не такой огромный, как у нас, но все-таки вот профицит бюджета, и вот теперь, как выясняется, это классическая страна с торможением экономического роста. Ну, кстати, возвращаясь, Владислав, два слова, возвращаясь к Японии, все-таки мы всегда говорим, что у Японии достаточно такой эксклюзивный. Эксклюзивный финансовая система, абсолютно. Совершенно верно. То есть мы с долгом в 227% ВВП умудряются жить вполне себе нормально, и там, конечно, не все нормально, свои проблемы. Но возвращаясь, конечно, к России, да, здесь сложнее согласиться, что возникает ощущение, что Антон Силанов, будучи преемником и идейным, и идеологическим, и, я так понимаю, в принципе, проработавший в Министерстве финансов 17 лет своей карьеры и при Кудрине, и при Задорнове в 90-х годах, очень много при Ком, и при Касьянове. Он, конечно, продолжил ту саму политику, которую проводил и Кудрин, которая вошла, ну, стала известна как политика кудринизма и кудриномики. Вот. И, видимо, хочет повторить какие-то достижения своего бывшего руководителя Алексея Леонидовича, который, напомню, четыре раза признавался то лучшим министром финансов года в мире, то в Европе, то он на развивающихся рынках. Вот. Причем признавали самое удивительное не внутри страны, я так понимаю, что отношение к нему, в принципе, внутри России-то не намного лучше, чем Магайдарио Кчубайсу, среди простых граждан-россиян. Вот. А именно американцы, британские финансовые организации, британские финансовые издания, если не ошибаюсь, и в Романии, Бэнкер и прочие журналы признавали лучшим министром финансов. То есть, видимо, наверное, его политика в большей степени соответствовала именно их экономическим, политическим интересам, чем нашим, собственно, российским. Ну и, собственно говоря, вот это бюджетное правило уже было, если я не ошибаюсь, пролоббировано Минфином как раз таки летом и осенью 2012 года. В 2013 году наступило в силу. Вот. Причем, как было правильно сказано, этот срок, точнее, средняя величина прогнозирования цены на энергоносители будет браться, сглаживаться сначала с пятилетним лагом, потом с 7, 8, 9, 10-летнего периода. Вот мы об этом говорили в самом начале, да? Да, да, да. И вот как раз таки будут доводить до 10. Вот буквально на днях была информация, что могут снизить его до трех лет, якобы из-за благоприятности, но никто, может быть, имеет смысл это сделать. Но я думаю, что на это никто не согласится пойти. Вовлекая в долгопаемость, что-то не будет. Это не произойдет. Владислав, спасибо. Мы прервемся сейчас буквально пару минут и после этого продолжим эфир. Ну что, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам и Владислав Жуковский, старший аналитик инвестиционной компании «Рекомтраст». Мы обсуждаем тему, зачем России закон об отмене бюджетного правила. Зачем, собственно, бюджетные правила. Мы тоже порассуждали на эту тему, но... Кто пролоббировал в чьих интересах? И пришли к выводу, что, очевидно, положительного ответа на этот вопрос. Положительного пока мало, да. Владислав, секунду, я еще раз напомню нашим слушателям. Телефон прямого эфира, телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы и, собственно, поделитесь своим мнением, на ваш взгляд, нужны бюджетные правила или нет. Продолжай, пожалуйста. Вот, Олег. И, значит, что еще интересно, видите, бюджет, который был принят до 16-го года, на ближайший 14-й год, на плановые 15-16-й год периоды, там ведь вся эта политика, все эти идеи и догмы, они сохраняются и даже возводятся в некий абсолют. Ну, в частности, открыто пишется и прогнозируется, что при неизменном, значит, размере фонда национального благосостояния резервный фонд вырастет, если не очень жесткую, рестрикционную фискальную политику. По большому счету, и даже в номинальном, не говоря уже о реальном выражении, сокращаются расходы на многие статьи социально-экономического развития. В реальном выражении почти на все статьи сокращаются, если мы не говорим только об обслуживании государственного долга, о силовых ведомствах и так далее. Владислав, вот на твой взгляд, Оксана Георгиевна рассказывала о том, что сейчас, ну, опять некая парадоксальная ситуация, что фонд национального благосостояния тратится, а резервный фонд не трогается при этом. Вот в этом опять есть какая-то логика закономерств? Почему это именно так? Безусловно, есть. Точнее, нет, логики-то нет. Просто имею в виду, что с точки зрения я согласен с уважаемым экспертом. Здесь, я думаю, конечно, несколько причин. С одной стороны, пытаются сохранить статус-кво, пытаются сохранить механизм изъятия природной сырьевой ренты в резервный фонд через бюджетный механизм, а цену недофинансирования науки, соответственно, здравоохранения, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и так далее. Но, с другой стороны, выделить какую-то часть сэкономленных денег, которые лежат в ФНБ, и направить их на какие-то весьма и весьма непрозрачные с финансовой точки зрения, крайне коррупциогенные, крайне непонятные проекты, в том числе, соответственно, ну, якобы на развитие инфраструктуры. То есть, ФНБ более мобильное некое, да? Да, он, в принципе, не особо-то мобильный, он, наоборот, как показа практика, последние четыре года его размер вообще не растет. В районе 2,8 трлн рублей он стоит и не двигается, пока резервный фонд не достигнет 7% ВП, не будет расти. А куда, кстати, средства Фонда национального благосостояния инвестируются, если инвестируются? Из той информации, которая имеется, по крайней мере, в открытых источниках, это были так называемые инфраструктурные проекты, это и реконструкция Транссиба. Нет, их нету, этих проектов не было, это только разговоры. Ну, по крайней мере, озвучивали их. Нет, нет, фонд национального благосостояния тратится и расходуется и инвестируется точно так же, как резервный фонд. Вообще, это деньги чисто, это условное деление. Да, это все лежит за исключением отдельного вопроса, о котором я сейчас скажу отдельно. Это всю часть золотовалютных резервов и размещено Центральным банком в иностранных ценных бумагах иностранных государств. Как резервный фонд, так и фонд национального благосостояния, структура их вообще инвестиций, она абсолютно неразличима. За исключением нескольких вещей. Первое, то, что в условиях кризиса давали крупнейшим собственникам на погашение их кредитов, на рефинансирование, потом это все пролонгировали, это потом было списано за счет фонда национального благосостояния. То есть это было, ну вот, в целом из резервного фонда, ну, как я уже понимаю, вы понимаете, это абсолютно все равно сказать, а это мы запишем за фондом национального благосостояния. Дальше, субординированные кредиты, которые тоже давались в условиях кризиса на спасение банков. Их тоже давали из, как бы, золотовалютных резервов и тоже их записали за фондом национального благосостояния. Дальше, поддержка фондового рынка. Это не то, что вот мы решили, мы вот разместили эти деньги вот в фондовом рынке. Ну, на самом деле, тоже абсурд. Государство не может играть, само играть на, значит, фондовом рынке. Но, тем не менее, играло. И вот все, что, значит, была поддержка фондового рынка, это тоже все записали за счет фондов национального благосостояния. То есть фактически это траты этих денег. Ну вот, причем бесконтрольная, без... Безотчетная. Да, не безотчетная, если это проходит через бюджет, это обсуждается. А так мы потратим золотовалютные резервы, вот. А потом, а, вот теперь это мы запишем за фондом. То есть я правильно понимаю, Оксана Григорьевна, это постфактум, да, признается, что вот эти деньги, потраченные уже, давайте запишем их за НБФ. Ну да. Да, но я вам скажу, это я могу все, что угодно взять и записать. Абсолютно верно. Потому что это вот в этой бочке, я могу сказать, вот в этой бочке вот кусочек, вот эта вода, которая там находится, она будет за вами, а эта вода будет за вами. А вот там вот несколько капелек, да, они будут вот так вот. Вот вот это такова ситуация с фондом национального благосостояния. Теперь, что касается господина Силуанова, я вот здесь не могу согласиться с моим коллегой, потому что на самом деле не доведено, то есть политика вот 2013 год и бюджет на 2014 год, на самом деле там здравый смысл все-таки в Минфин потихонечку возвращается. Так, уже хорошо. Да. Потому что все-таки надо отметить, во-первых, ошибка в расчете доходов, в прогнозе доходов, она существенно меньше. Угу. И все-таки... Прогноз доходов связан с ценами на нефть. Да, с ценами на нефть, ну там, может быть, им... Они ошиблись, занизили, естественно, цену на нефть и занизили не нефтегазовые доходы, но... Занизили нефтегазовые доходы и завысили не нефтегазовые доходы. И в целом они вышли примерно на тот объем доходов, которые прогнозировали, исходя из кризиса. Но надо отдать им должное, они в 2013 году не пополняли резервный фонд и при этом не осуществляли заимствование в том размере, в котором это было запланировано. На следующий год у них запланировано, все-таки запланировано пополнение резервного фонда и одновременно заимствование, но все-таки уже в несколько меньшем объеме, то есть без эскалации. И далее они фактически внесли в мае месяце изменения в бюджетный кодекс, где уже размывается бюджетное вот это правило. Потому что по статье допускается использование дополнительных вот этих мифических нефтегазовых доходов на замещение, если не получены доходы. То есть если вот другие доходы не получены, то вы, значит, можете... С дырочку эту можно заткнуть, да? Да. Или если вы не можете на самом деле реализовать и собрать с рынка, разместить долговые обязательства. То есть если вы их не можете разместить, то вы все-таки тогда можете использовать нефтегазовые доходы. Ну зачем это все делать? Ну то есть это опять же, это как в детской игре, черного и белого, да и нет, не говори, черное и белое не называй. Ну примерно то же самое. Понятно, что если у вас есть нефтегазовые доходы, а других нет, то конечно вы их должны, значит, использовать. Если у вас есть нефтегазовые доходы, зачем вам осуществлять заимствование? Ну игра такая, да. Это примерно играет, я все время вспоминаю фразу, ну мы же хрестоматийную собачьего сердца, не читайте советских газет. А что же читать? Других-то нет. Ну вообще ничего не читайте. Примерно то же самое. Не используйте нефтегазовые доходы. Ну других-то нет, ну ничего и не используйте. Олег, одно слово допомню, как это интересно они делают, с какой целью. Смотрите, правильно совершенно сказано, да? С какой целью это все? Это же не просто игра, люди-то взрослые. Цель понятна. Смотрите, зачем занижается цена, прогнозная на нефть, которую вот эту политику критикуют Оксана Генриховна, насколько я помню уже, как экономист. Лет, наверное, только на моей памяти лет пять, вы это говорите, что они ошибаются. Столько не живут. 12 лет вставания с колен вот этих тучек нулевых, об этом идет речь, да? Сейчас на следующий год цена будет на нефть 101 доллар. Посмотрим, сколько она будет по факту. Я думаю, не ниже 107. Значит, в прошлом году было около 93 долларов, получили около... 97, 97, в прошлый год заложено было. 97, получили 107,7 у них по итогам 10 месяцев текущего года. На следующий год 100, они сам факт того, что они неправильно, вот особенно нам наследство досталось от Кудрина, совершенно неправильная оценка, ну вот, конъюнктура. Все время говорили, вот осенью, Кудрин говорил, осенью кризис. Цена 60 долларов за баррель, готовьте, будет пожар, готовьте бочки. Может быть, это и оправданно, как известно, да? Нет, это совершенно неожиданно, если к худшему готовиться будет. Но нельзя же развиваться, нельзя поднимать экономику, преодолевать деиндустриализацию, дезинтеграцию народного хозяйства, не давая никому денег. То есть одно дело, когда такую политику проводили бы страны с развитым, но очень техническим потенциалом, который мы не испытали практически двукратного обвала ВВП в 90-е годы, у которых не было 80% обвала в промышленности в те же самые 90-е годы, пятикратного падения инвестиций в то время. Если бы не было аварийного, не находилось в аварийном состоянии инфраструктуры, базовой технологической, энергосети, теплосети, ЖКХ и прочее, это одно дело. Но если у вас в стране, извините, по большому счету, износ основных фондов официально около 50%, и за последние 10 лет только вырос на 8% пунктов. А по факту, как оценивают сами статистики экономисты, около 75-80%, особенно в инфраструктурных отраслях. Но здесь надо деньги не сберегать, деньги вкладывать и развиваться. Ведь 8-й год прекрасно показал, что политика искусственного недофинансирования экономики, инфраструктуры и науки, и социальной сферы, она приводит к тому, что во время кризиса российская экономика, вот эта вот экономика трубы, экономика низких переделов, она обваливается сильнее всех. То есть хуже нас в Европе была только Украина и Прибалта, по большому счету. Нет, это неправильно. Экономика как раз... Упали там и сильнее всех, на 79%. Мы упали сильнее всем, но это не потому, что экономика трубы обваливается. Это потому, что мы умудрились так упасть. Неконкредоспособная экономика. Да, как раз нет. Экономика трубы как раз в странах нефтегазовой специализации, сырьевой, у них либо вообще не было спада, либо спад был очень небольшой. Это и Эмираты, и, собственно говоря, и Норвегия, потому что кризис 2008-2009 года, это был преимущественно кризис обрабатывающей промышленности. И то, что мы его прошли так плохо и с таким спадом производства, это уже и сейчас имеем практически стагнацию, это уже наши внутренние причины. Оксана Георгиевна, мне кажется, что здесь же еще вопрос в том, что эти страны, которые вы сказали, там и размер доходов нефтегазовых в расчете на душу населения выше, и численность населения меньше. И та же Норвегия имеет диверсифицированную промышленность. Разве это на каком-то промышленности, в том числе нефтеперерабатку? Это не тот фактор, неправильно у вас эти... Ну, здесь, да, здесь разные интерпретации. Нет, тут не интерпретация, тут, понимаете, не может быть интерпретации. Экономика, наука, вообще-то, господин Кудрин, ее, значит, с этой гайдаровской направления сделали какое-то ближе к фантасмагории. Вообще-то, эта наука точная, она считается, тем более сейчас, огромной возможностью для экономической науки, поскольку очень много баз для сравнительного анализа. Совершенно верно. Поэтому она как раз может вообще все сосчитать очень точно. А теперь по поводу... Оксана Георгиевна, я прошу прощения, у нас есть звонки, давайте все-таки мы привлечем слушателей. Вадим, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Вадим, Самара. Да, здравствуйте, Вадим. У меня вопрос будет к Оксане Генриховне, даже небольшая реплика. Вот я как практик смотрю на конечный результат, так сказать, тех или иных предложений. Вот я, например, лично вижу в реализации предложений Оксаны Генриховне, это стимуляция голландской болезни. Если сейчас нефтяные доходы хоть каким-то образом отслеживаются и хоть каким-то образом как-то воспрепятствуется вот их вот такое свободное расходование налево и направо, потому что бюджет заставляет хоть как-то, так сказать, заимствовать, а заимствование это всегда определенный контроль. То при реализации предложений Оксаны Генриховне такой контроль исчезает. Другое дело, что контроль крайне несовершенен. Контроль следует совершенно изменять. Я бы, например, лично, ну это так, концептуально, предложил бы сделать при Государственной Думе специальную какую-то комиссию или банк по контролю за вот этими всеми фондами и давать, так сказать, добро на расходование средств из этих фондов только в не просто реальном обосновании, а после проверки реалистичности этого обоснования. Вот мое такое мнение. Оксана Генриховна, прошу прокомментировать. Спасибо. Спасибо, Вадим. Значит, то, что вы предложили, это есть, это называется бюджет Российской Федерации. И контроль Думы. Значит, смысл следующий, что все бюджетные средства должны проходить через бюджет соответствующими процедурами. Плох ли контроль, ну или хорош, но тем не менее процедуры контроля разработаны только для бюджета. В начале складирования денег бюджетных в некий внебюджетный фонд, ну или вот этот фонд национального благосостояния, а потом его, значит, расходование вне уже какого-то анализа, это как раз не усиление контроля, а как раз его, значит, ослабление. Теперь по поводу того, что лучше тратить собственные деньги или заимствование. С точки зрения их траты в бюджете, что деньги от заимствования, что деньги от доходов, они абсолютно одинаковые. Это единство кассы, принцип общего покрытия. Но то, что деньги от заимствования, ну вы же, если вы практик, вы же знаете, что заемные деньги, они дороже, а доходы, они не дороже, потому что по заемным средствам вы платите проценты. И вот вы сравните. Мой коллега называл, ну вот я уточню, у нас расходы на обслуживание долга уже достигают 400 миллиардов рублей. 400 миллиардов рублей. Это примерно столько же, сколько у нас уходит на здравоохранение. А процент, который мы получаем по средствам, которые мы вложили в резервный фонд и фонд национального благосостояния, где-то от 30 до 40 миллиардов. То есть 10 раз меньше. Вы представляете, причем вот это 400 миллиардов, которые мы заплатили, это мы могли наше здравоохранение увеличить в два раза. Это просто, сейчас извините, это просто наш подарок. Непонятно кому. Потому что наращивание долга, соответственно, его обслуживание не имело никакого смысла. Поэтому, опять же, повторение того, что у нас там голландская болезнь, тогда у нас уже давно голландская болезнь. Успокойтесь. У нас нет ничего, у нас нет ничего, кроме нефти и газа. У нас экономика стоит. И даже падает реальный сектор экономики. Минутка осталась, Вадим? Да, очень коротко. Полностью согласен, убыток не всем колоссальный инвестиционный, по платежному балансу это видно. Можно посмотреть на чистый инвестиционный убыток российской экономики. Это дивиденды, уплачиваемые за рубеж, получаемые от зарубежа в России. Вот это чисто, ну и плюс, конечно, проценты и прочее, прочее. Вот этот убыток чистый составил около 55 миллиардов долларов в прошлом году, то есть это полтора триллиона рублей. Если бы у нас была нормальная самодостаточная финансовая система, этого бы не было. И государство теряет примерно на этом, ну там разные есть оценки, около 15-20 миллиардов долларов ежегодно. Вот. И, соответственно, если мы говорим о том, что заемные деньги более подконтрольные, вспомните пирамиду ГКОФС 98 года. За три года построили такую пирамиду, которая выкачивала треть бюджетных, по большому счету, всех ресурсов из экономики. Поэтому при желании сворвать можно, что с заемных средств, что своих собственных, было бы желание на самом деле работать и развиваться в интересах общества, национального промышленного капитала. Спасибо. Время закончилось, к сожалению. Я еще раз представлю Оксану Дмитриеву, Владиславу Жуковску, сегодня в студии Сухого Остатка. Спасибо, уважаемые гости. Всего доброго, спасибо большое. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok